Итак, многие махачкалинцы провели сегодняшний день во дворах, скверах и парках с вениками и лопатами. В городе прошел очередной массовый субботник. Помимо рядовых горожан, за метлу и грабли взялись и местные чиновники. Так власти своим примером призывают жителей столицы поучаствовать в акции по озеленению и благоустройству города. И, как оказалось, физических нагрузок народные избранники не боятся, рассказывается Кинат Малаева. Предмет нашего внимания – зеленая разделительная полоса на автодороге по Акушинскому. Многокилометровый участок разделили на несколько зон. Работа предстоит не из легких. Надо всю линию перекопать, перебрать весь сорняк и в итоге посеять газонную траву. На этой территории следит за ходом работ представитель горзелин хоза Марьям Магомедова. Говорит, дополнительная рабочая сила как нельзя кстати. Весна, осень, они такие коротки. Поэтому, чтобы мы успеем в этот осенний период делать такую работу, нам, конечно, эта помощь была необходима, чтобы успеть до морозов. Именно посадки газонной травы проводятся от сентября по октябрь. Независимо от регалии, в руках у каждого лопаты, грабли, мотыги. А кому не достался садовый инвентарь, перебирают сорняки, выносят мусор. На этом участке в полном составе администрация Советского района. Мобилизован коллектив администрации Советского района. Во главе нашего главы администрации Гаджиева Магомеда Именно Рудиновича. Также все замы, которые здесь присутствуют, пять замов. Весь коллектив, ни один не уклонился от данного субботника. И вот, если вы обратили внимание, субботник проводится очень дружно. Ни один не пассивничает. И мы призываем наших граждан принимать активное участие в благоустройстве нашего города. Потому что, выходя на субботник, мы это прежде всего делаем для себя, а не для кого-то. Активно поддерживают инициативу мэра города все госслужащие, учащиеся в вузах, работники сферы образования, культуры и здравоохранения. Однако в этот поток пока еще трудно вливаются жильцы многоквартирных домов. Но, как говорится, и камень вода точит. Сотрудники администрации надеются, что со временем удастся переломить и эту ситуацию. У меня есть обращение к жителям города Махачкалы. Это наш город. Давайте относиться с уважением к нашему городу. Чисто не там, где убирают, а там, где не ссорят. Если люди будут в мусор кидать, в положенные места, у нас город будет в чистоте. Давайте соблюдать чистоту. Секрет Малаев, Эльдар Ибрагимов, Эльмира Байрамбекова. Время новостей.